Доброго здоровьячка, хунту и хунтуберы! Мы из Украины. Доброго дня! Хочу поблагодарить всех, подякувать всем, кто смог подключиться своими грошами на ремонт этой прекрасной машины. Всем, кто верит в нашу победу. Слава Украине! Это про что? А про то, что нам удалось еще одно чудо. Скорая помощь, которая могла в планах не случиться, случилась и она уже на нуле. Так что прежде чем продолжить разбор ушедшей недели, скажу спасибо тем, без кого эта скорая так и торчала бы за границей. NGO Fine это особисто Алексею Копылову. Главные зачинщики они. Это скорая часть той помощи, которая оказывается Алексеем. Только часть. Спасибо Андрею Игоревичу Ермчуку и фонду БФЛИО, администрирование процесса и многое другое, как всегда, в лучшем виде. Всем донатерам канала дякую нормальным голосом за постоянную поддержку, ибо доведена до внешнего ума машина именно за ваши донаты. И именно поэтому она настолько круто выглядит. Дальше покажу много фото и даже видео от деда и от пенса, потому что было сделано за это время. И упомяну, что мы уже с вами собрали около 100 тысяч гривен. Точнее сумму будут знать на неделю. А это значит, что нам удалось собрать треть суммы на пикап для медицинской эвакуации до зеленой зоны. Если все пойдет с таким же темпом, то в течение следующих пары недель мы сможем купить пикап хлопцам. Но тут все зависит только от вас. Будут донаты, будет пикап. И наоборот. Как только мы соберем необходимую сумму донатов, тут же будем что-то брать. Фоном показываю ваши комментарии из-под донатов и замечу, что донаты без комментариев я не показываю во избежание оглашения. Я же правильно понимаю, почему вы не пишете комментарии иногда? Для секретности я с вами. И еще два слова. Нижайший поклон Александру и Владе за четыре печки-буржуйки, которые были ими куплены и доставлены в Киев, где мы их забрали и передали куда надо. Фото с этими буржуйками тоже тут, в отчете. И хотя Александр так и не раскололся, где именно он их взял, все равно им с Владой поклон и спасибо от хлопцев. Теперь им тепло. Мы прожили еще одну неделю, а несколько тысяч воньков-мобилизианов нет. И это повод порадоваться и за нас, и за них. За окном унылое осень, и в розетке снова скоро не будет электричества, значит, время заняться очередным недельным затыжным. Традиционно начнем с обхода чумного барака, что за поребриком. Падение реальных доходов россиян в третьем квартале ускорилось до 3,4%. На фоне чего льготная ипотека, начавшись весной, скоропостижно завершилась к началу сбора урожая по причине... Ну да, это не дедушка будет меньше воевать, а ты меньше кушать, сынок. Но даже чиновники уже начинают бубнить, что без поддержки ипотеки государством, читая фонда нацблагосостояния, как последние кубышки, тамошний строительный рынок сохнется к 2024 году, тем более, что в регионах уже начались задержки с вводом построенного жилья в эксплуатацию. Конечно, в сообщении было аккуратное, начнет падение. Но зачем нам излишний политез? Продажи в регионах и так уже не блещут успехами, и только в больших городах кое-где заметно оживление, да и то больше на вторичке, когда за падением спроса на аренду, потому что зарабить чай не рванули по домам и весям, когда начался отлов частичной мобилизации, и оттоком гастарбайтеров из-за рисков войны пошли вниз и цены на продажи. Только за сентябрь падение промпроизводства составило 3,1%. Саудовская Аравия в сентябре удвоила поставки нефти в Евросоюз, и в Индию тоже поставки возросли. А на саммите же семь таки договорились о введении потолка цен на россиянскую нефтешку. А тем временем их нефтедобыча в октябре так и не смогла приблизиться к квоте ОПЕК. Что с лицом православные? Банки зафиксировали отток денег премиальных клиентов. Размер капитала, который клиенты держат на премиальном банковском обслуживании, снизился в 2022 году сразу на 14%. Потреб кредитования упало ниже, чем в ковидном 20-м, зато с начала года в узбекских банках открыли счета 67 тысяч россиян. Половина из них вовсе на постоянной основе живут и работают там. Резко упало число заемщиков 8 раз за год в микрокредитных организациях. Это покосные лавочки, где дают займ 500 дополучки под 400-800% годовых. То есть основные их клиенты утопали на фронт, в том числе избегая на кредитные каникулы от коллекторов и кредиторов. Ритейлеры и торговые сети тоже заламывают руки. Мало того, что средний чек уменьшился, так еще и сузился по артикулам. Остается или уповать на помощь государство, логистику и склады никто не отменяет, или как габ просто уходить с рынка. Ну, буржуям-то хоть есть куда уходить. То есть россиянцы стали не только меньше покупать, но даже то, что берут, это все более продукты критического минимума. Водка с пивом, разумеется, не в счет. Бюджет настолько опрофицитился, что вторую неделю подряд Минфин проводит масштабные заимствования на долговом рынке. Уже занял 167 миллиардов рублей, а до конца года хотят еще 400-600. Интересно, кто дает этому государству в долг? Особенно касается это внешних игроков. Бизнес продолжает уверенное движение в направлении прочь из Москвы, в певно, но текатые. Нигерландский холдинг Вион продает российский актив, который известен как Билайн. В этой связи интересна судьба нашего Киевстара, которого купил Билайн аккурат незадолго до вторжения. Из скрипоносной делают ноги не только производители автомобилей, уже сбился считать, кто уже, вот и Инфинити ушли, но и производители шин, Нокиан и Бриджстоун. Не отстает и финтеху отрасль. Миллиардер Николай Сторонский отказался от российского гражданства. Теперь он гражданин Великобритании и стал четвертым крупным бизнесменом-миллиардером в этом году. В надежде на импортозамещение, власти России радостно потирали влажные ручонки на фоне массового ухода иностранных производителей софта, предрекая неминуемый бум для российских софтверных компаний. Но даже у такого местного гранда, как 1С, прибыль впервые не вырастет, а упадет на 7,8. Яндекс и вовсе пытается вспомнить свои еврейские корни и слинять в Израиль. Или хотя бы в Турцию. Можно по частям. Попытка импорта заместить визу и мастер-карт своим миром привела к тому, что карты этой платежной системы перестали принимать почти по всему миру, включая страны СНГ. Вот отказался окончательно уже и Узбекистан. Слишком велики сопутствующие санкционные финансовые риски. В итоге распространился так называемый «карточный туризм», когда граждане РФ едут открывать карты тамошних банков в Центральную Азию, которую сами лаптеносцы продолжают обзывать средней. В целом же экономика настолько усилилась и оздоровилась, что Мосбиржа даже смогла начать торговать киргизским Сомом и таджикским Сомани, хотя за первый день не было проведено ни одной сделки. Но они не унивают, ведь еще есть Эритрея, Гондурас. Какие там валюты? Гусары! Молчать! И чтобы оставаться в тренде возрождения славных традиций Совка, в Госдуму внесли законопроект о создании конструкторских бюро мобилизационного типа, куда в обязательном порядке будут призываться научные работники. Шарашки в чистом виде. Я офигею, дорогая редакция, как они десятилетия Совка впихивают в какие-то месяцы, а то и недели. В общем, надеемся и загадываем, чтобы окончание года у них было гораздо драматичнее его начала. Главное, чтобы Чечня не страдала, которая получает из 98 миллиардов собственного бюджета 81 от федералов, как дань. Ведь главное что? Величие! Они, видишь ли, очень опасаются, что будут не так велики, как Китай или США, чтобы, не приведи боже, их не посчитали какой-нибудь региональной державой, вроде Турции или Ирана. Бредят переделом мира, осями, полюсами, смешные балбесы. Они уже даже до Турции с Ираном не дотягивают. Клянчат у них оружие, контрабандные коридоры и заступничество в посредничестве во внешней политике. Даже у Северной Кореи оружие выпрашивают. Тьфу. Далее в нашем меню. Че-э-мобилизация. В дополнение к студентам и учащимся, которые отправляются в угольный забой, в Приморье студентов отправили на сборку беспилотников для российской армии. Ужо они нас опирают. А в Челябинской области к матери погибшего в Украине пришел замглавы района и потребовал с нее 62 тысячи рублей. Столько чиновники потратили, чтобы похоронить ее сына. Но она ж теперь богатая. Семь или сколько там мульонов. И белая лада. Напомнила. Пошью костюм с отливом и в Сочи. Теперь за уклонение от мобилизации 5 лет или пол лимона фублей штрафа. Считайте среднюю ЗП по стране тысяч в 19, если убрать нефтью Юганск, Москву и еще пару-тройку городов. Как раз или пол ляма, или 5 лет. До нового роста цен на билеты. Похоже на звание не резиноск. Пора применять Грузии и Армении. После пиара Боброедко и Сочинской инициативы по мобилизации алименщиков, поисковики завалило десятками тысяч запросов, как получить деньги с мобилизованного. А бывшие жены сдают своих экс-супругов, раскрывают военкоматам места, где те могут прятаться от призыва. Тем более, что не каждый успеет доехать до украинской степи, чтобы там почетно дать жизнь опарышам и не быть при этом зафиксированным. Российские полигоны становятся реальной угрозой всем, кто на них оказывается. Ну и чтоб недалеко было от, немного об аналогов нет нам. На России громко похвастали, что на кенец-то смогли поднять в воздух долгожданный Су-57. Конечно, это не шамат, но летающие гуаны и палки должны, по идее, всех впечатлить. Он там и стелс, и уничтожает все, всех всегда и везде. И сверхзвуковой, внутрифюзеляжный и радиопоглощающий, по интеллекту способен обыграть Каспарова и невыходящего из комы Карпова разом, обещают начать поставлять в этом году. Вот хочется спросить у этих фантазеров. А что там с сугубо гражданским МС, которые магистральные? Ась? Собрались они подобной техникой существенно ускорить выполнение задачи СВО. Вот не удержусь и немного поумничаю. Эти наивные все еще надеются, что если 57-й пойдет в серию, еще будет и СВО, и будет их Россия. А что до супер-пупер возможностей этой машины из рекламного проспекта, то вся ценность Рапторов американских и F-35 заключается в их интегрированности в систему ведения боя, где самолет включен в автоматизированную систему и выполняет строго отведенные ему задачи. А взаимодействие на уровне с другими видами и родами войск на театре военных действий обеспечивает именно система управления. Я даже боюсь представить, сколько там ИИ моделей, проигранных заранее сценариев, но эти мобилизиане, как обычно, в своем стиле ринулись показать, как и они могут подковать блоху. А что дальше с этой недоподкованной блохой делать-то? Ума хватит? А еще на болотах грозятся начать сбивать спутники Илона Маска, Планет Лапс и Максар. В плане, каким образом? С колокольней будут из рогаток пулить? Ух, как надоело ковыряться в том, что у них там. Давайте просто по фразе об интересном. Известный фрик-мракобезный депутат Милунов обратился в тамошнюю прокуратуру по причине проведения какой-то там тематической вечеринки перед Хэллоуином в Перми. Мол, там осуществлялось глумление над христианской символикой и попрание традиционных нравственных ценностей. А значит, ущемлялись права тамошних же активистов по возрождению России, ее традиций и культуры. Разумеется, по статье «Разжигание вражды и ненависти», а также ущемление. А мне вот интересно. Традиционные нравственные ценности. Это как и в куда? Кто ничь может это писать словами? Белгород, Курск, продолжают ротякопы, строят бетонные укрепления, в общем, готовятся к встрече. Подозрительно тихо, что-то на Брянщине. Да и Воронеж молчит. Что так? Судя по регионам, становится понятно, какие земли кремлевская власть считает украинскими. А что Таганрог и Кубань попритихли? Минприроды увеличила норму отходов, которые должны сливать в Байкал. В 12 раз. Был также расширен перечень разрешенных к сбросу вредных веществ. Уже сегодня экологи фиксируют повышение предельно допустимой концентрации загрязнения в озере и в районе вокруг него в 180 раз. Как же приятно читать российские паблики, где рыдают, что даже приход республиканцев к власти в Штатах не изменит характер американской помощи Украине, а может еще и усилит. Остается им беднягам уповать только на приход радикальных трампистов. Димусик, Медведусик вообще был очень плодовит на минувшей неделе. Жо-глаголом, можно сказать. Но пересказывать его фантазии о гении Огнина и прочих библейских чудесах не будем. Пусть там профессиональные наркологи и психиатры занимаются. Отметим только следующее из более-менее вменяемого. Медведев позвонил президенту Зимбабве Мнангагве и рассказал ему, что аннексированные территории Украины останутся в России навсегда. Тут интересно одно. А нахрена эта информация этому, как его, Мнангагве? Вот он узнал эту офигительную новость от Димона. И шо? Побежал по дворцу, роняя тапки, радостно забывая? Ну вот правда. Еще понравилось. Россия расширила список недружественных стран, добавив туда 11 британских заморских территорий, включая остров Питкарн посреди Тихого океана, куда почти нереально добраться и где живет лишь 47 человек. Микроназия наконец-то посрамлена. Так, с чемными разобрались немного. Теперь что у нас? Из хорошего. ЕС готов поддержать Украину электроэнергии в случае разрушения основных генерирующих мощностей. А тренировать наших саперов вызвались камбоджисы. Эти ребята, наверное, лучшие в мире. Уж у кого, у кого. А у них этого богатства было насыпано неимоверно многое. Серый Леич насмешил своими отмазками Тимошенко. Мол, если бы на этом Шевроле Тахо ездил не Кирилл Тимошенко, то на нем бы обязательно ездили... Нет, не солдаты НАТО, другие чиновники. Лещенко настолько примитизировался, не будем бежать его словом, деградировал, что уже начинает тырить нарративу российской пропаганды. Но интересная судьба остальных 49 авто из гуманитарной партии, которая была поставлена компанией GM. Боюсь, одним Тимошенко дело не ограничилось. В принципе, и сам кейс довольно показателен. Сам Кирилл Тимошенко не самый бедный в АПе персонаж. Курировал и продолжает вылык и будивныцтво, а сейчас еще ведает и восстановлением. На дорожных успехах успел прикупить Джонушке любимой немаленький маеточек в весьма популярном киевском пригороде. Сумму можете сами нафантазировать. Так что я не думаю, что у него или АП есть проблема в обеспечении автотранспортом. Но этот кейс нам красиво показывает ментальную модель тех новых лиц, которые пришли якобы на смену предыдущей власти Барых. На поверку это оказались такие же самые Раули, каким был Янукович и сыновья. Генпрокурор продолжил нас радовать триллером Богуслаева. Мол, тот уже после 24-го приказал разукомплектовать, снять лопасти и занычить с уже готовых вертушек, чтобы их не использовали с ЗСУ. Чем больше публичности вокруг этого дела со стороны правоохранителей, тем меньше у меня надежд на судебные перспективы этого дела. Все идет к тому, чтобы извалять в условной репутационной грязи Богуслаева и быстренько обменять, чтобы процессуальные действия не выплыли бы как совершенно случайно в оппозиционной прессе или у расследователей. От такой перспективы утечки реальных материалов о связях ВП многие на Банковой вокруг нее должны просыпаться в холодном поту. А вот подоспелая реакция той стороны на арест Богуслаева. Военные вертолеты в России накрылись санкциями. Руководство рост вертола предупредило о сокращении зарплат и возможных увольнениях из-за отсутствия поставок запчастей для двигателей. Есть опасность и полной остановки производства военных вертолетов. По случайному совпадению речь идет аккурат о Ми-35М и Ми-28Н «Ночной охотник», на которые ставились движки от Моторсичи. А тут еще сорока на хвосте принесла весть благую, что журналистское братье, ну или очень похожее на нее, оставшееся бездовольствие, когда Ренат Ахметов решил выйти из медиабизнеса, воспряло духом и почуяло запах хрючевого. Апа взялась лепить, надеюсь, не надо повторять, из чего и палок у нас обычно лепится все. Телеканал «Мы-Украина». На базе канала 112-го, потому и лепить. В этой сплетне мне понравились предположительные источники финансирования. Бизнес-структуры, конечными бенефициарами которой являются фирмы-подрядчики большого строительства, связанная с окружением Зеленского, конкретно с Кириллом Тимошенко. Зато сразу становится понятно, кто такие «Мы». Ориентация на условно-пророссийскую аудиторию. То, что нынешняя власть пасется на пророссийском электоральном поле, означает только одно. На патриотическое поле они так и не смогли зайти, несмотря на всю свою небритость и раскачанный за время войны бицепс. Беспокойство вызывает то, что наш политический стакан воды с ее бурями делится на два лагеря. И второй, оппозиционный к действующей власти, уже особо не имеет куда отступать ради спасения единства страны, чтобы напряжение не достигло критической отметки, за которой может последовать развал общества и потенциальная гражданская война. Нам будет очень важно проскочить фазу гражданской войны, которая будет, вероятно, сразу после победы в войне, потому что противоречия, которые были до 24 февраля, никуда не делись. А в стране появилось очень много людей, вкусивших опасный плод простых решений с помощью простых инструментов. Возвращаясь же к медиа, получаем, что пул каналов АПЫ, Рада, Дом и еще тот канал, который якобы подарили сынульки из зеленых депутангов, четвертый, что ли, будет расти и дальше. Сюда же можно подстегнуть медиаресурсы бабушка Бени. Поговаривают, что и Кирилл Тимошенко бабушкина креатура, потому фиг его сковырнуть получится даже Ермаку. И ресурсы Пинчука, который с приходом зеленых как-то паблег в медиапространстве. За исключением Бениных плюсов на аудиторию агрессивного меньшинства все так же работают Пятый, Прямой и Эспрессо, которым нет места в национальном эфире. И до сих пор никто за это не ответил, что весьма показательно для Запада, который так и не дал денег на единый марафон зализывания. То есть, после смены власти Запад обязательно поставит перед Киевом неприятный вопрос «Хлёпти, а цё то блё?» И не факт, что получится отпетлять. Даже по одному этому моменту можно предположить, что простой передачи власти при выборах в Украине уже не будет. Юрий Юрьевич поспешно спетлял из «Нафтогаза» и лишил нас радости лицезреть, как весной на его пятой точке играли бы в ножичко за нехватку газа в подземных хранилищах. Кабмин одноголосным решением звильный в голову управления НАК «Нафтогаз Украины» Юрия Витренко. А жаль. Но думаю, он ещё послужит вешалкой для всех собак. А Рада провела аркировку Алексея Чернышова, убрала его из кресла главы Минрегиона и бережно пересадила в кресло главы НАГА, несмотря на предупреждения со стороны НАЗК, как нарушающий закон о предотвращении коррупции. Но когда закон останавливал зелёных на пути Попила и Илли, Дерибана? Что-то под вулочкой начала качаться табуретка, кстати. Вновь обратился к попередникам и начал на них валить «Мы 30 роков не будували системы безопасности». Ага. Ещё Марчук в середине 90-х говорил «Значит, это не было тайной». Особенно не верилось после 14-го. Ну никак. В упор. Совсем. Только и остаётся, что вопить. Не виновата я, оно само не будувалось. Притула собрался собрать на 50 спартанов, но получилось аж на 60. Со стороны фонда пишут, что они уже договорились с английской стороной, но, припоминая, сколько времени кряхтел и пыхтел Бирюков, выкупая пятитонники армейские, грузовики, и оформляя для этого лицензию, то верится в то, что всё уже порешали у притулы с трудом. Отдельный вопрос с ценой. Многие утверждают, что там не очень всё кошерно, а именно цена вдвое выше рынка, но тут не стану ручаться. Давненько не покупал спартаны, цен не знаю. Если это окажется так, то пятно на репутацию получит притула, а мы новое понятие у притулы, с примерно тем же предполагаемым контекстом, что и у Зеленского. В ином случае, хлопцев будут спартаны. 60 штук верим. Международка нынешнего многобуквия получилась почти целиком хорошей и позитивной. Польша начала строительство ограждения из колючей проволоки высотой 2,5 метра на границе с Россией. Напомню, что поляки же уже возвели подобную конструкцию со стороны Бульбастании. Финны собираются, литовцы в процессе. Со стороны фьордов доносится смек и изумленное всхлипывание. В Норвегии на той неделе же задержали гражданина Бразилии по подозрению в шпионаже в пользу РФ, который типа изучал гибридные угрозы, такие как, например, происшествия на газопроводах. Но вот Норвегии назвали имя задержанного. И ради этого стоило вернуться к этому событию снова. Обычное бразильское имя Михаил Михушин. Ничто не выдавало на берлинских улицах в Штерлице русского разведчика ни шапка-ушанка, ни волочащийся сзади парашют. Это как они тайно провезли на Курскую АЭС иранские ракеты и дроны, как утверждает наша разведка. Там они организовали склад на грузовиках через полстраны, на грузовиках с иранскими номерами, ни разу не палясь. Штерлицы и потомки Штерлицев в Киеве про таких председательных говорят ТОРЫСТЫ. Это даже не метисы, собачек и свинок, а какие-то Петро Башаровы. А завершить нынешней неделе хотелось бы статой Романа Шрайка. Только не путайте, пожалуйста, одну вещь. Обезьяна бросается гуаном не потому, что ее спровоцировали, а потому, что у нее есть гуана и желание бросаться. О чем это я? Да о том, что степной Вавилон должен стать степным Карфагеном. Без варіантов. Слава Украине! Слава ССУ! Ставайте донаторами Пенса, подписывайтесь и придавиться ролик на другом каналі 24ю АПенс. Зробите и тут и там червоню пимбочку сиренькою, потім тисніть дзвоник, а выберите все нагадування, бо большую частину доходів каналів Пенс відправляє на перемогу, тож це і буде ваш внесок в перемогу України.